Здравствуйте! Сегодня среда, 17 мая. В эфире новоуральской вещательной кампании информационная программа «Объектив» в студии Елена Мельникова. Я и мои коллеги познакомим вас с последними городскими событиями. Коротко о главном. Осталось ровно две недели до окончания голосования за благоустройство городских территорий. 31 мая – последний день, когда жители могут выбрать объект, который получит финансовую поддержку области – Старый Новый Парк или второй этап Аллеи Молодежи. Лето не за горами. Подготовиться новоуральску к встрече с самым теплым временем года помогают сотрудники Дорожно-коммунальной службы. Сегодня в городе прошли первые работы по укосу травы. Могут все, что угодно не только папы, но и мамы, и дети. В эти выходные в городе завершился ежегодный городской фестиваль «Семейный Новоуральск». Участниками Всероссийского финансового форума «Финмаркет», который бесплатно проводится для предпринимателей в Екатеринбурге 16 и 17 мая в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», Цитата. «Финансовый форум проходит в очень правильное время, в период глобальных трансформаций. У предпринимательского сообщества возникает много вопросов – каким образом дальше развиваться, где брать деньги, как можно зарабатывать на этом периоде перемен. Ведущие экономисты и финансисты практики делятся своим видением и отвечают на вопросы. Этим форум максимально полезен для всех участников», сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков. Спикерами первого дня стали известные экономисты – бывший министр экономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев, профессиональный трейдер Даниил Бабич, финансист и стратег Игорь Нагаев и другие эксперты. В телеграм-канале «События» им поступило свыше 150 вопросов. Делегация из Новоуральска также посетила мероприятие. Подробнее о событии мы расскажем вам в понедельник в информационно-аналитической программе «Объектив. Итоги». Остаются считанные дни до окончания онлайн-голосования в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». Напомним, оно проходит в 55 муниципалитетах Свердловской области. В Новоуральске лидером голосования остается Аллея молодежи. На 11 часов дня, 17 мая, ее выбрали 9167 человек, а Старый Новый парк поддержали 7176 жителей. И для того, чтобы наш город получил финансирование на преображение одного из объектов, горожанам нужно включиться в процесс активнее. Важен голос каждого. У муниципалитетов, у городов сейчас нет средств, достаточных средств, чтобы благоустроить город. Для того, чтобы мы вошли в эту программу, наши жители Новоуральского городского округа, чтобы мы победили и нам все же вот эти деньги выделили, и мы благоустроили какую-то территорию. Если мы вот это все выполним и пройдем, то у нас будут средства для того, чтобы благоустроить еще одну территорию Новоуральского городского округа. Нам вот сейчас надо показать наше единение, фактически проголосовать от каждого голоса зависит, будет это у нас или нет, и что мы оставим нашим будущим потомкам. Вот я призываю всех новоуральцев проголосовать, отдать свой голос. Напомним, проголосовать можно несколькими способами. На странице проекта 66городсреда.ру, либо на портале госуслуги в разделе «Общественное голосование». Кроме этого, уральцы могут обратиться за помощью к волонтерам проекта. Стоит поторопиться, голосование продлится до 31 мая. Чем больше будет голосов, тем выше возможность у города получить финансовую поддержку на благоустройство выбранной самими жителями территории. Лето не за горами. Природа уже раскрашивает зелеными красками наши улицы. И для того, чтобы встретить эту теплую пору, городу также необходимо подготовиться. Сегодня прошли первые работы по укосу травы. Этим занимаются сотрудники дорожно-коммунальной службы. Подробнее в сюжете Алексея Кузнецова. Солнце, теплая погода и дождь дают о себе знать. Все кругом зеленеет и пришло время косить траву. Сегодня сотрудники дорожно-коммунальной службы провели работу на улице Первомайская. С сегодняшнего дня вышли как раз-таки косить. На сегодняшний день у нас запланировано 6 косарей. Они идут по Первомайской от КСК, три человека, и от родины друг другу навстречу. Косим газоны. Видите, работа видна. Работа вообще по плану проводится? Работа проводится по плану, да. Вот газоны, они, значит, косят триммерами ручными, а те газоны, которые у нас на бульварах находятся, будем косить специальный трактор. Мы купили маленький газонный с декой, будем косить им. Дорожно-коммунальная служба каждый сезон проводит большое количество работ. Ездит техника, очищает дорогу от пыли или зимой вывозит снег. Дворники наводят чистоту во дворах и на улицах. А также специалисты организации проводят другие дорожные работы. Это замечают и новоуральцы. Ну, я считаю, очень хорошо даже работает. Можно еще даже лучше. Ну, согласен. А вот когда гуляете, что-то, может быть, какие-то замечания есть? Слушайте, ну так-то я бы не сказала, что какие-то прям замечания. Мне кажется, что все хорошо. Как вообще в городе гулять? Вообще отлично. Идите себе гулять. Ну, последний год я вам хочу сказать, что за порядком следят в городе. И кустарники обрезают очень приятно. Вот площадки лесные тоже убираются все. Вот эти кустарники тоже симпатично становятся. То есть я считаю, что уделяется внимание этому хорошо. Где-то уже теряя, где-то нет. Потому что у нас на Первомайске ремонт идет. Там у нас вроде все чисто заканчивает. Но я думаю, что по сравнению вот нижнего текиле была, верхнего текиле тут у нас хорошо. Отметим, муку островы проводится в плановом режиме. Другие территории будут косить своевременно. Руководители ДКС распределяют, где находятся более заросшие участки, которые и будут косить в первую очередь. Алексей Кузнецов, Геннадий Донгузов. Новоуральская обещательная компания. Покровитель воинства, защитник и заступник. В храме святого преподобного Серафима Саровского появилась икона Георгия Победоносца. Одного из самых почитаемых православных святых. Подробности знает Виктор Малышев. Православные верующие встретили день памяти великомученика Георгия Победоносца, покровителя всех служащих своей родине, воинов, тех, кто оказывается в зоне военных действий и подвергается опасности. В этот день в храме святого преподобного Серафима Саровского был отслужен водосвятный молебен великомученику Георгию и освящена его икона, которая была написана по строгим православным канонам в Новотихвинском монастыре и пожертвована храму одной из прихожанок. Сюжет, изображенный на иконе, отличается от привычного образа Георгия Победоносца. Обычно Георгий Победоносец изображается на коне сидящем и поражающим змея копьем. Здесь же мы видим, что Георгий Победоносец тоже на коне, тоже с копьем, но змея нет. А сидит некий мальчик сзади с чашей в руках, с бокалом с таким. История вот этого иконописного, так скажем, случая такая. Существует предание, что напали сарацины, то есть арабы, на православное поселение. Кого-то убили, захватили, разграбили, взяли в плен какую-то часть из людей. И вот этого мальчика отдали в услужение своему предводителю. Мальчик слезно молился, что, Господи, верни меня домой, молился Георгию Победоносцу в том числе. Мама его очень сильно молилась. Находясь дома, она не знала, где находится сын. И вот в один из пиров, когда мальчик подавал чашу, появился на коне всадник. Это был Георгий Победоносец. Посадил мальчика сзади себя на коня, и они исчезли. И мальчик чудесным образом оказался дома. Он рассказал этот случай. Вот такой, этот сюжет, вернее, этот случай дал начало такому сюжету. Сюжет достаточно редкий, его сейчас мало пишут. Но вот нам так посчастливилось, что написали именно такой сюжет. На освещение иконы побывали представители МЧС и полиции Новоуральска. Для людей в форме важно быть крепким не только физически, но и духовно. Именно поэтому в субботний день сотрудники и руководители городских силовых структур побывали на освещении подаренной храму иконы. Работа сотрудников полиции, она достаточно опасная. И в ней требуется поддержка не только наших родных и близких, а также духовная поддержка. И мы очень рады, что сегодня нас пригласил отец Алексей в храм Серафима Саровского для того, чтобы принять участие в таком мероприятии. И мы очень рады, что такая икона появилась в храме нашего города. Теперь образ Георгия Победоносца займет свое место в храме. Любой житель города, исповедующий православие, может посетить храм святого преподобного Серафима Саровского, поклониться иконе и попросить у Георгия Победоносца поддержки и защиты в своих делах. Виктор Малышев, Геннадий Донгузов, Новоуральская обещательная компания. Сегодня в России отмечается Международный день детского телефона доверия, призванный привлечь внимание к проблемам подростков и усилению мер по защите детей в трудной жизненной ситуации. В преддверии этой даты в Новоуральске прошли различные мероприятия, направленные на актуализацию знаний юных горожан об этой службе помощи. Веселые уроки от телефона доверия проходят в школах города в преддверии Международного дня этой службы. В Новоуральске она берет свое начало с 2009 года. Тогда у нас запустили линию звонков. По истечению двух лет в городе заработал и портал доверия. С тех пор эти два источника психологической поддержки помогают молодежи Новоуральска справляться с проблемами. В этот день мы еще раз хотим напомнить и детям, и взрослым, то, что в любой безвыходной ситуации они не остаются одни. Всегда есть специалисты, которые готовы прийти на помощь. Готовы выслушать, поддержать, посоветовать и определить какие-то пути выхода, казалось бы, сложной, запутанной, даже безвыходной ситуации. Провели события для школьников специалисты Центра диагностики и консультирования и детско-юношского центра. На базе ДЮЦа как раз сейчас и расположены эти две службы помощи. В игровой форме ребятам предстояло пройти квест. На шести станциях их ждали задания о телефоне и портале доверия. Много чего узнал. Теперь знаю про телефон доверия уже, ну, почти что запомнил его. Если там будет что-то, какой-то, не знаю, запущенный, допустим, случай, то да, посоветуюсь, поконсультируюсь и думаю, мне помогут. Кто вообще должен звонить вот по этому номеру? Тот, кому, наверное, нужна помощь, там, поддержка. Ну, или кому-то просто, когда одиноко, может тоже позвонить и его поддержат. Человек, который обращается на телефон доверия, чувствует печаль, одиночество какое-нибудь там, хочет чувства помощи моральной. Если я увижу кого-то грустного, то я спрошу, что случилось, и посоветую телефон доверия. Я думаю, что этот телефон будет много значить для тех, кому нужна будет помощь. Мне кажется, он поможет тем, кто находится в безвыходной ситуации и поддержит всех. Тем, кому нужна будет помощь, я обязательно скажу им там телефон доверия и скажу позвонить. Дети в подростковом возрасте более уязвимы. На фоне бушующих гормонов и пограничном состоянии между ребенком и взрослым человеком. В этот период многие ребята сталкиваются с проблемами, которыми трудно поделиться. А ведь иногда достаточно просто с кем-нибудь поговорить, чтобы стало легче. Помощь психологическая на телефоне доверия, она такая безопасная, обезличенная. Детская психика устроена таким образом, что она запоминает только интересное, яркое. И вот в привязке к яркому квесту, где мы будем с детьми говорить об интересном, будет информация о телефоне доверия. В данный момент у нас работает 9 специалистов, среди которых есть психологи высшей категории, то есть они в вечернее время в основном работают. Есть психологи, штабные наши, тоже высшей категории, но они работают в дневное время. И есть волонтеры, то есть люди, которые имеют психологическое образование и вот на волонтерских, скажем так, начинаниях помогают. Пока шестиклассники 49-й школы проходили испытания, активные ребята из четвертых классов придумывали слоганы телефона доверия и рисовали тематические иллюстрации. Мы нарисовали круг помощи. У нашего круга помощи есть девиз. Выход есть всегда. Могут туда звонить и подростки, и взрослые. Их будут успокаивать, помогать и подсказывать решения. Ну, мне кажется, он нужен, чтобы как бы на душе, если ты позвонил, то на душе сразу легче стало, чтобы какая-то проблема, а ты позвонил, и она исчезла сразу же. К сожалению, подростковый период насыщен событиями, когда кажется, что выхода нет. В эти моменты специалисты телефона и портала доверия могут подставить плечо и вовремя напомнить – ты не один. Телефону доверия можно доверять! В нашей рубрике «Бессмертный полк» маленькие новоуральцы продолжают рассказывать стихотворения и истории героев своих семей. Меня зовут Салихов Исмаил, мне семь лет. Хожу в девятый садик под названием «Золотой петушок». Стихотворение называется «Приходят к дедушке друзья». Приходят к дедушке друзья, приходят в день победы. Люблю подолгу слушать я их песни и беседы. Я не прошу их повторять рассказов сокровенных, ведь повторять опять терять товарищей военных, которых ищут до сих пор награды боевые. Один – сержант, другой – майор, а больше – рядовые. Я знаю, трудно каждый год рассказывать сначала о том, как армия вперед с надеждою шагала, о том, какая там пальба, как в сердце метят пули. Судьба вздохнута не судьба, а помнишь, как в июле я молча рядышком сижу, но кажется порой, что это я в прицел гляжу, что я готовлюсь к бою, что те, кто письма пишут мне, уже не ждут ответа. И даже лето на войне – совсем другое лето. Приходят к дедушке друзья отпраздновать победу. Все меньше их, но верю я, они придут, приедут. Вместе веселее. В минувшую субботу в городе состоялся финальный этап городского фестиваля «Семейный Новоуральск-2023». Мероприятие, как всегда, прошло в доброй атмосфере, наполненной позитивом и весельем. Продолжение темы в сюжете Алексея Кузнецова. «Семейный Новоуральск» – это фестиваль, который стал теплой традицией для жителей города, на котором семьи поют, танцуют, рисуют, участвуют в викторинах и занимаются другими интересными делами. На финальном этапе «Семьи вперед» участников конкурса приветствовал начальник управления социальной политики номер 20 Павел Петраков. Мы видим, как вы стараетесь, видим, как вы талантливы, боретесь на право быть лучшей семьей Новоуральска. Но сегодня самый финальный этап конкурса, где мы подведем итог его. Желаю вам за новостью, имеем отмечного настроения и успеха. Юных участников и их родителей ждала развлекательная программа, которую организовали специалисты детско-юношеского центра. Мы будем смотреть, как наши семьи, наши участники знают сказки, знают советские мультики. Как мы это определим? Мы посмотрим на костюмы, которые они создадут, и на то, как они их представят. По результатам сегодняшнего этапа мы, конечно же, выберем семью года. То есть у нас будет три лауреата. Первая, вторая, третья степени. Претендентов у нас на это звание больше, чем трое. Потому что семьи очень сильные в этом году, очень активные, очень творческие. На конкурсе семьи представляли костюмы из подручных средств. Участники не только сделали очень необычные наряды, но и устроили целые представления с их презентацией. Вообще про сам фестиваль, который состоял из трех этапов, семьи отзывались только положительно. Для нас это уже привычно, потому что мы уже второй год, точнее, сейчас уже третий идем, а до этого два года подряд мы были финалистами и выиграли. Получается. То есть сейчас мы идем на хит-трик, так скажем. Последнее было вообще выбрать именно по тематике. Это какой-то из сказочных персонажей по советским мультфильмам. По советским мультфильмам нам подходит, так как у нас пятеро, нам подходят бременские музыканты. Вот у нас петушок здесь бегает. Там, пожалуйста, кошка с собакой. Это стандартно у них. Очень интересно. И сложилась такая атмосфера, очень уютная, добрая. И сейчас даже смотришь на всех участников на этом последнем этапе. Они уже такие все родные, поэтому сложности не было. Было очень интересно. Нам очень понравилось. Понравилось? А что вы сегодня подготовили? Танцевать. Танцевать? А что вы сегодня подготовили? Что они говорят? Мы за это наши сказки вспоминаем. Вы что представляете? Костюм «Секретик». Мы обыграли нашу семейную тему. Советский мультик «Шайба-шайба». Потому что у нас семья хоккеистов. Ну и, соответственно, мы решили ничего не выдумывать, пойти по нашему пути, командному. То есть для нас хоккей – это не просто про здоровый образ жизни, это наша философия, жизнь. Мы одна команда. Никто не ушел без подарков и семьи наградили в оригинальных номинациях самые экологичные, самые артистичные, самые неповторимые и других. Очень сложно дался выбор победителей во всех трех этапах для жюри. И в итоге лауреатами фестиваля «Семейный Новоуральск-2023» стали три семьи. Первая степень – семья Порошиных, вторая – семья Цибульских и третья степень – семья Араповых. Поздравляем победителей и будем ждать еще больше семей в следующем году. Алексей Кузнецов, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. На этом наш выпуск завершен. Завтра в 19 часов на телеканале ОТВ смотрите тематическую программу, посвященную пожарам и их профилактике на территории Новоуральского городского округа. А после в 19.30 встретимся с вами в информационной программе «Объектив». Не пропустите. На этом я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова